Добрый день! Ну, например, я безумно счастлив, что выступая у вас на таком замечательном празднике «Зимняя Ибица», которая проходила буквально недавно, мы выступали на вашей открытой площадке в городе, и зная, что, в принципе, у вас очень сильный развит хоккей с мячом. Мы выступали на открытом воздухе, огромная площадка, и, конечно же, мы рады, что все-таки есть вот этот дворец, Ледовый дворец, где мы в полной мере попробуем показать вам все то, что некоторые из вас видели уже на телеэкране в эфире Первого канала, это «Ледниковый перевод» в Кубах профессионалов, а также еще другие номера, которые не были задействованы в съемках Первого канала. И сразу же хочу отметить, что у нас довольно-таки очень длинный и продолжительный тур, который начался еще в феврале и закончится только в конце мая. Правда, сейчас ожидаются небольшие перерывы, но все равно махина, сами понимаете, огромная, тяжелая, и порой очень сложно только своими силами выехать, может, так, за пределы МКАДа и стараться показать свое мастерство всем желающим в нашей необъятной огромной стране России. Поэтому, конечно, мы хотим поблагодарить всех тех спонсоров, которые оказали огромную помощь. Свою поддержку проекту оказала компания «Феррера», которая во всем мире ведет активную социальную политику, способствует продвижению спорта и здорового образа жизни. Мы в каждом городе, куда бы мы ни приезжали, мы проводим перед шоу мастер-классы. Его проводят все, то есть мы постоянно меняемся, идет ротация спортсменов. И хочу поблагодарить партнера «Киндер», который организовал такую серию «Киндер плюс спорт». Это как раз благодаря компании «Феррера» и особенно «Киндеру» за возможность не только потом, в дальнейшем выступать на шоу, но еще общаться с молодым поколением. В очень многих городах нашей страны открываются новые катки, и порой еще не открываются школы фигурного катания. Но мы надеемся, что при общении с молодыми тренерами, при общении с молодыми фигуристами, у них закладывается некого рода такой фундамент, благодаря которому они в дальнейшем будут не только достойно выступать, но хотя бы они увидят, что вот Рома Костомаров, я и другие, кто уже начинает раскатку во время мастер-классов, что мы живые, мы не стели экранов. Да, это действительно мы те люди, которые благодаря своему упорству и труду выигрывали золотые медали, чтобы это молодое поколение видело, что все реально в этой жизни. Поэтому еще раз огромное спасибо компании «Феррера» и спонсор мастер-классов в рамках тура – это «Киндер». «Киндер плюс спорт». И также, конечно, хочу выразить благодарность торговой марке «Невея» и, конечно, уже многолетнего партнера, спонсора олимпийской сборной команды – это «Боско спорт». Чтобы мы всегда выделили не только красивую кожу, но также еще и была красивая спортивная форма. Так что еще раз и «Феррера», и «Киндер плюс спорт», и «Невея», и, конечно, «Боско спорт». Спасибо этим компаниям за ту возможность, которую они нам дарят, не только зрителям, потому что жители в Сыктывкаре мы впервые, хоть я говорю, что мы выступали на Зимней Ильице, но все равно такого масштаба и тем более два шоу провести очень сложно. Спасибо всем тем, кто дал возможность не только зрителям вашего города увидеть, но также еще и нам продемонстрировать, я надеюсь, свое мастерство, и надеюсь, что мы не разочаруем публику вашего города. Что касается самого шоу, то вы уже в этом году не увидите вот этих вторых половинок, которые только делают свои первые шаги вместе с нами, и у которых стоит задача, самое главное, не упасть, и самая главная задача стоит у фигуристов не уронить и довести товар до конца. В этом году, вы все знаете, что на телепроекте «Ледниковый период», «Кубок профессионалов» принимали участие только те спортсмены, которые приносили медали и победы нашей сборной на протяжении многих лет. Конец 90-х, начало 2000-х. И хочу сказать одно, поскольку все-таки я не принимал участие в этом проекте как спортсмен, я принимал участие вместе с Ирой Слуцкой как ведущий, но я видел все то, что происходилось на протяжении всего проекта, с какой, можно так сказать, отвагой, решительностью и смелостью люди шли в этот проект. Я тренируюсь буквально до 3-4 часов утра, потому что один раз я все-таки попробовал приехать и поставить программу себе, хотя бы послушать музыку, мне это не дали сделать, потому что ребята тренировались, и на вопрос у своей жене Татьяны Татьмяниной, «С кем ты сегодня?», она говорит, «У меня партнер третий, четвертый и восьмой». То есть, действительно, со стороны это, может быть, и выглядело действительно красочно и красиво, но я просто видел, какая подготовка шла к этому проекту, потому что каждый спортсмен, который принимал участие в этом проекте, неважно с кем, кого он держал в этот момент за руку, каждый хотел не подвести своего партнера, который также является профессионалом, ну и, конечно же, заработать как можно больше и выше оценок у судей. Ну вот это приблизительно, вкратце. Если есть вопросы, задаю. Есть вопросы, у меня нету Ягудинскую дорожку, мы сегодня увидим, или вы не выйдете? Почему не выйдете? В некоторых городах, к сожалению, Илья Верхов не присутствует вместе с нами, потому что в данный момент он занимается подготовкой, во-первых, есть и ледовый спектакль «Огни большого города», который он только начинает вывозить из Москвы, из Санкт-Петербурга, надеемся, что вы увидите, да, то же самое, казалось бы, фигурное катание, но абсолютно в другом формате, где вроде бы те же самые спортсмены, но это мюзикл на льду, он более глобален, в нем принимают участие не только фигуристы, но еще и певцы, все вживую, и танцоры на полу, и все летает, то есть это немножко другое уже направление. Также Илья недавно поставил уже ледовый спектакль «Винкс на льду», который прошел в Москве, пройдет в Питере. В этом году, конечно, он порой пропускает города, потому что занимается уже будущим нашим, поэтому, конечно же, мы все будем кататься, все, кто сюда приехал, просто в роли ведущего будем заменять его я и Леша Тихонов. Дорожку зрители сектору увидят. Дорожку, да, извините, я люблю отвечать, не отвечаю. Да, увидят, просто вчера, например, мне захотелось, я целиком откатал программу «Гдето», я катаю на «Биз», но если вы, конечно, просите, конечно, все предоставим. Скажите, а ваши впечатления о вчерашнем выступлении в городе? Говорят, просто очень тепло приняли, и вы исполняли номер на «Биз». Ну вот, я про что и говорил, что обычно мы как-то там по два номера выступаем. Ну вот вчера захотелось, я откатал целиком программу «Зима», по которой вы говорили, на «Биз». Сегодня посмотрим, просто вчера был длинный переезд, мы приехали в 6 утра в ваш город. Все замечательно, прием был хорош, и самое главное, что катались не в сарай, а в новом дворце, и было приятно, потому что все было пятком, и я знаю, что доставляли еще сиденья, потому что не хватало. Но это здорово, когда действительно такой теплый и по-домашнему создана вот эта обстановка, в которой мы катаемся, потому что для нас это самое важное. Алексей, вы ведь участвовали в международных и подобных, да? Вот отклоните уровень наших противных сооружений, сравнивать с западными? Ну, мы же не сравниваем 90-е годы, когда у нас все, ничего не работало, а весь мир развивался. Поэтому, конечно... Это не только сейчас, а вы достигли того пола? Нет. И вряд ли в ближайшем времени достигнем. У нас менталитет у жителей нашей страны немножко другой. Очень многие города, конечно, могут похвастаться новыми ледовыми площадками. Такого, как в Америке или в Канаде, у нас еще много-много лет не будет. Потому что, действительно, там на высочайшем... В одном только пригороде Детройта 35 катков. О чем может идти речь и об уровне их катания и так далее. У нас, вы сами понимаете, не мне вам рассказывать, тем более в моем возрасте, когда Советский Союз превращался в Россию в это время, когда в юбилей, в Дворец спорта юбилейный в Санкт-Петербурге, откуда вышли очень многие знаменитые фигуристы, в фойе у нас продавались гробы. Ну, о чем я говорю, свалка. Я сам начинал кататься, например, в церкви, откуда и Протопопов с Белоусовой. Склад, церковь, опять склад, магазин. Ну, мы идем, мне кажется, на правильном пути, но просто насколько долго... Да, у нас строится дворец нормальный для фигурного катания, вполне для начинающих, для хоккеистов замечательно. Но если вы посмотрите, у нас 6 рядов на одном уровне. Вот что увидит зритель в 6-м ряду? Ну, это Россия, это Минтелли. Это абсолютно мы по-другому соображаем. Я не хочу вдаваться в подробности. Но, извините, лет 10 назад кто бы мог подумать, что и в Сыктывкаре, и в Ухте, и еще ряд других городов, что вообще будут построены новые ледовые площадки. Они действительно строятся, но только все это немножко другими темпами. И сами понимаем, Россия огромная страна, и самое, конечно, ужасное, это логистика, дороги, ну... И нежелание кого-то делать для кого-то. Кстати, я знаю, все оборудование перевозило на фуров, да? Да, ничего не произошло? У нас было одно ЧП во время гастролей, по-моему, это был Псков... Псков, да. Когда нам пришлось, к сожалению, задержать шоу на часа полтора из-за того, что фура, в которой перевозились не только наши костюмы, но и музыка, и свет, что-то с шасси, и пока меняли колесо, потом объездная дорога была закрыта. Но, как обычно, знаете, если что-то случается, все случается в один день. Поэтому пришла фура уже после того, как должно было начаться шоу. Быстро ее, два светильника, несколько динамиков, самое главное, чтобы процесс шел, и все. Ему благодарны очень нашим зрителям, которые дождались, и абсолютно без паники ему устроили автограф-сессию, и абсолютно все на достойном уровне прошло. Я знаю, что сюда, когда ехала фура, тоже сломалось колесо, что-то с колесом чуть навстречу не выехало фура, но, слава богу, все живы-здоровы. Все здесь, стулья привезли, музыка, свет, нам больше ничего не надо. И, если честно, от лица, наверное, всех фигуристов скажу, нам абсолютно все равно, на чем кататься и где кататься. Самое главное, чтобы был зритель. Я абсолютно не лукавлю, и это действительно правда. И я сегодня буду, наверное, об этом говорить, что мы сами понимаем, Россия огромная. Добраться из пункта А в пункт Б мы можем либо через одно место, либо через Москву. Это очень... Ну, у нас все нелогично. В стране очень тяжело. Бывает очень много шоу подряд. И сидишь в раздевалке, думаешь, откуда найти силы. Я клянусь, мы выходим на лед, неважно, жесткий он, где хоккей есть, помягче, где нет его, маленький, большой. Есть зритель, это самое главное, потому что мы все чувствуем нашего зрителя. И, конечно же, просто так мы не можем пропустить теплые приемы, а нас встречают довольно-таки везде просто на ура. И это вот единственный двигатель, ради которого мы и стараемся каждый год придумывать что-то новое, развиваться, идти вперед, чтобы именно держать нашего зрителя, который, в свою очередь, отдает нам очень много. Нужно вопрос Роману. Роман, а что для нас самое главное в сотрудничестве с ее ледом? Мы уже сотрудничаем очень давно с ним, на самом деле. И первый, наверное, вообще компания «Ледовая симфония» создалась еще в 2002 году, наверное. В 2003-м. И мы, наверное, одни из первых, которые начинали вместе с Ильей. Туры по России тогда это было всего там 3-4 города. Но, во всяком случае, мы давно сотрудничаем. И, наверное, все, наверное, благодарны Илье, что он все-таки сделал то, чего не хватало, наверное, России. Это своего тура, скажем так, такого масштабного, которым он является сейчас. Поскольку раньше все спортсмены, все, которые добивались успеха, уезжали за границу и катались там, в американских, в канадских турах, в японских. Сейчас у нас есть «Ледовая симфония» компания, есть много шоу, которые, телевизионные проекты. И поэтому, конечно же, нельзя не поблагодарить за это в очередной раз Илью. И мы счастливы, что у нас есть возможность кататься и работать в России. Скажите, а вы все идеи Ильи Веркуха воспринимаете на Уран? Или вы можете все-таки внести что-то свое, реализацию его проекта? Он абсолютно лояльный человек. И поэтому он понимает, что мы тоже как бы ни с улицы, ни со двора. Мы все спортсмены-фигурители, добившиеся высоких результатов. Поэтому все это, наверное, делается как-то сообщаемо вместе. Конечно же, решение принимает он, но он такой человек, что он всегда спросит, нравится ли вам это или не нравится это. И как бы всегда посоветуется, может. Поэтому он в этом плане абсолютно нормальный человек. Но, если честно, это настолько редко, когда он спрашивает, потому что... Я расскажу. На самом деле, это не то, что пришел какой-то продюсер и придумывает определенные вещи. Мы с этим человеком вместе выступали. Если Рома, может, и соревновался, там, один-два сезона, то мы с Ильей вместе заканчивали приблизительно в эти же годы, 2002-2003. Мы вместе с ним выступали. Понятно, что танцы и мужское, но все равно мы все знаем этого человека много лет. И он нас знает. Поэтому, конечно же, когда он создает определенный продукт с участием Ромы, меня, Навки и так далее, он уже знает, кто мы и что нам ближе. Поэтому, в основном, никаких споров и возражений, ну, в основном, не возникает, потому что уже у него есть база, у него есть не то, что информация, он знает, кто мы и что, какой образ мне больше подойдет, какой образ той же Тани Татьмяниной. Потому что это абсолютно другой человек по характеру. И еще один плюс в сотрудничестве с Ильей, это то, что, во-первых, есть люди, которые, функционеры, есть люди, которые, да, лучше будут выполнять определенную работу. У меня, честно, за этот вопрос, почему ты сам не хочешь что-то придумать. Интересно, но вроде бы да. Но у нас есть человек талантливый, который придумывает это раз. Второе, самое главное, что его развитие идет вместе с нашим развитием. И он не останавливается на одном месте. То есть, нет, он придумал. Действительно, Рома говорит, они ездили в автобусе, вырывали пол автобуса, сиденья, были маты и спальные мешки. Вот так зарождался тур. И теперь он превратился вот в эту глыбу 50-60 городов по России. Но Илья не то, что сказал, да, все, езжайте, я вам все придумал, сделал. Возникают другие. И ледовые спектакли, мюзиклы на льду. И детские спектакли, потому что он хочет как бы сделать, да, и товар для этого, и до этого. Но самое главное, достойный. То есть, нет такого, что давайте вот наспех здесь придумали, сделали, все, поехали дальше. Телевизионный проект. Все начиналось, да, с какого-то небольшого. Выросло до того момента, как в этом году, когда профессионалы уже соревнуются против профессионалов. Теперь он хочет взять уже такой, наверное, мировой масштаб, когда звезды уже не только российского спорта, но еще и иностранцы будут так же вот так пытаться, наверное. То есть, человек постоянно думает, это самое главное. Ну, то есть, наверное, очень важно, что наконец-то кто-то будет повторять Россию, а не мы будем повторять кого-то с точки зрения вот этих шоу, наверное, да? Телевизионных, телевизионных вы имеете? И телевизионных. Ну, телевизионный, на самом деле, этот проект, он взял что-то из американского, что-то из английского, просто внедрил свои какие-то вещи, это не наш проект. Сделал по-своему. Сделал по-своему. Но дальше он идет уже так, да, теперь уже будет. По поводу тех же мюзиклов на льду и так далее. Поверьте мне, Америка, Канада ушла далеко вперед. Мы просто сейчас начинаем создавать свои продукты. Не иностранные привозить, а те же самые куклы эти на льду, Холли Дюминайс, еще какие-то вот эти более-менее такие дешевые. Не чужой привозить, как эти куриные ножки мы привозим и будем привозить, а создавать свое, чтобы свой зритель видел именно своих, а не что-то чужое, которое, в принципе, ну, не знаем. А если у Ильи получается хорошо ставить постановки какие-то, то не собирается ли он заняться тренерской деятельностью? Как раз, по-моему, в России недостаточно молодых и каких-то реактивных тренеров. Я очень сильно сомневаюсь, что он будет тренером. В данный момент человек, да, помогает ставить программу. И членам нашей сборной, такие как Юка Кавагуччи и Александр Смирнов, он уже ставил им программу, сейчас ставит, он поставил короткую программу Макаровой. Но это постановочное все, он больше организатор и постановщик. Он нет тренера. В качестве хореографа они не приглашают его? Приглашают, я же говорю, он постановщик, он ставит программы. Да, здесь он потому, что у него есть видение, да, конечно, с той же Макаровой и с Юка Кавагуччи. Там нет реквизита, там немножко другое, конечно, в телевизоре. Немножко другой формат, но все равно человек-постановщик, он креативный. А, Ксим, можно поподробнее о будущем проекту, участии в иностранстве? Я не знаю, это только было вот так мимолетное, что мы сделали сугубо... В данный момент никаких телевизионных проектов не намечаете. Это просто разговорок и о том, хотелось бы что сделать в будущем. Куда дальше, потому что, ну куда, обратно возвращаться к звездам уже никто не вернется. Мы сделали проект между собой, уже реально олимпийский с олимпийскими. Что может быть? Это разрастаться дальше, это уже мировая арена. Ну, связи-то, наверное, какие-то есть? Может быть, вы с кем-то общаетесь из ваших конечков? Да нет, мы там можем общаться с кем угодно. Захочет ли еще первый канал, это же все нужно обсуждать, и будет ли это выгодно первому каналу. Это тоже огромная глыба, которую нужно запустить. Это же не просто так собрались фигуристы. Решили, давайте... Огромный, огромный лед на несколько месяцев. Свет, съемки, это все очень огромные. Огромная машина, которую нужно проработать сначала, а потом уже запускать. Поэтому это... Скажите, а во время вашего пребывания в городах у вас есть возможность выйти, прогуляться, посмотреть, осмотреться? Ну, вот в частности, в нашем городе. Были ли вы где-то, узнавали ли вас люди, брали ли автографы? Когда приезжаешь в 6 утра, то не особо желания нет вставать пораньше и гулять по городу. Честно, я вот в 2 проснулся, поел и приехал сюда. Нам лучше пропустить прогулки утром, нежели хорошо выступить, лучше выспаться. Но вот завтра мы... Редко бывает, да, есть возможность. Там вот завтра, допустим, есть возможность выйти там погулять, куда-то сходить. Потому что в одном городе, в одном городе два... Да, да, мы вроде собираемся ехать, так что... Это то место, где вы должны были выступать на зимний лиц? Да, потом перенесли, да. Ну и слава Богу, что перенесли. А можно вопрос в тему зимний лица? После того, как вы уехали, тут очень долго упорно находили слухи о том, чтобы якобы заприметили какого-то подростка, который очень плохо катается, хотели бы сделать из него чемпиона. Это вообще правда или нет? Вы знаете, мне вчера задавали этот вопрос, я даже не понял вообще о чем, о чем речь идет. Во-первых, в Ухте мы никогда не были, мне именно там вчера спрашивали. Какого-то мальчика, который восприметил. Может быть, он выступал как раз вместе. Это мальчик, которого приметил Максим Маринин. Это Максим Маринин проводил мастер-класс, я тут не при чем. И к Мишину его на просмотр отправляют. Ну, наверное, какова его судьба, это уже можно спрашивать. Я не знаю, это к Максиму, потому что Максим же остался, мы улетали, Максим Маринин оставался и проводил мастер-класс. Ну, а вот молодое поколение, с которым вы будете сегодня общаться, сегодня или завтра в ходе мастер-классов, есть ли у них шанс, что они будут замечены? Ну, я тоже самое спрашиваю, извиняюсь, у вас там есть ли у вас шанс дожить до ста? У всех есть шанс. Это просто, конечно, грубовато немножко, но вот тем более молодежь, мы сами, девочки, превращаются в молодых девушек, в женщин. Все меняется. Сегодня ты хороша именно по тому, что ты можешь показывать на льду. Завтра уже ты девушка, и ничего-то в центр тяжести сместился и так далее. Очень сложно говорить, кто-то талантлив, кто-то нет. Мы все талантливы, я считаю, вообще русский народ очень талантливый. Другое дело, за 45 минут общения с молодым поколением, честно, никто ничего не изменит. И не нужно ее менять, потому что у них есть свои тренеры, у которых есть определенная программа, и по которой тренируются их дети. Единственное, что я говорю, основная задача этих мастер-классов – показать, что все возможно. Вот мы вот сейчас с тобой спокойно общаемся, разговариваем, где-то мы подсказываем, конечно же, что-то новое показываем. Просто как-то стимулировать ребенка на то, чтобы он хотел и продолжал заниматься этим фигурным катанием, скажем так, этим делом, и терпел все трудности, наверное. И все-таки, познакомившись с кем-то, вот так воочию лично, там, с Алексеем, или кто будет давать мастер-класс со мной, допустим, чтобы было желание и стимул идти дальше, как бы работать. Хотя, конечно же, если ребенок совсем маленький, он все равно отчет себе не отдает. Все-таки тут нужна и родительская помощь, чтобы в какой-то момент родители заставляли, в какой-то момент наоборот. То есть, ну, тут много факторов. Роман, и вы с 9 лет, видите, ставили на контейнер. Он вообще исключение по фигурному катанию. Ну, я как бы не был в одиночном катании. Поздний возраст, или раньше? Поздний. Вот как вы вот эти ситуации расцениваете? Ну, как я расцениваю? Ну, никак, у меня все в порядке. Повезло. Не, ну, вообще, конечно же, лучше начинать с 4-5 лет, поскольку сейчас уровень вообще фигурного катания, я имею в виду, в техническом плане он очень вырос. И думаю, что если сейчас начнем в 9 лет, то сложновато будет что-то, чего-то добиться. Все-таки нужно начинать, наверное, с более раннего возраста. Ну, и еще фигурное катание у нас как-то, да, твой детишек, одиночное женское, одиночное мужское. Ну, мальчики, девочки, потом уже, да, что-то не получается, идут в пары, если рост хороший, мальчик крепкий. Или там в танце. Просто Рома как раз пропустил тот момент, когда в одиночном, то есть обычно все идут через одиночное катание, а дальше уже либо туда, либо сюда, либо остаются в одиночном. Просто Рома пропустил этот этап, и поэтому он так вот сразу в танцы пошел. А так, может быть, я был бы олимпийским чемпионом в одиночном катании. Именно в 2002 году. В 2002 году. Я думаю, провала в танцах не было, наоборот, все даже, ну, я не знаю, танцы пускай Рома оценит. И что касается мужского одиночного катания, да, это в общем итоге, конечно, не то, на что мы рассчитывали, но, например, все полное равновесие в жизни в женском одиночном катании. Лично я и думаю, многие из нас не рассчитывали, что наша девочка будет в тройке. Но она вторая. Зато мальчики 17-18. Это спорт. Это соревнования, это чемпионат мира. Так же, как, ну, кто мог предположить, что три парника, ну, или партнерши, или в основном мальчики были виноваты. У нас три пары, и все три лягут. Это спорт. А если относить пенотанцев, то сможем ли, успеем ли мы в Сочи, да, подойти тем же американцам и канадцам, которые... Ну, будет очень трудно, но во всем случае, потому что пока, пока дыра достаточно большая между двумя первыми парами, и остальными, такой провал небольшой. Но, во всяком случае, вот Никита Косолапов, Елена Ильиных, они по потенциалу, конечно же, такие реально достойные, реально, которые смогут с ними бороться, наверное, через два года на Олимпиаде в Сочи. Если, опять же, ничего не произойдет, все будет в порядке и со здоровьем, и, не знаю, с тренировками. Они реально могут еще, но пока, я думаю, все-таки... Так, трудно. Те двое не досягаем. Те двое не досягаем. А их время еще не прошло? Специалисты говорят, что... 23 года, как оно, 22 даже. Рассвет уже и прошло. Куда там? Еще наше время не прошло, в 32 и в 30 лет. В 35. А, у них все давно начинается. Не, они сейчас диктуют моду в танцах на льду, и американцы, и канадцы. Сегодня пятница, 13-е. Лису и верно вообще, или не верно? Сегодня день рождения Татьяны Нарк. Я не знаю. Татьяна Нарк приехала. Татьяна Нарк. Не смогла она приехать, да. Какие-то свои дела личные. Не знаю. Но я здесь буду заменять ее. Вы замените. Шили уже плакет. Широк плакет. Ну, а мне все равно абсолютно примет. Мне тоже. И кто будет вашей партнершей сегодня? Татьяна Татмянина. Как неудивительно, моя жена. Вы знаете, еще чем хорош этот тур, помимо, конечно, тех обычных дуэтов, которые мы наблюдаем, Леша Тихонов с Машей Петровой, Тань Татмянина, Максима, и так далее, так далее. Еще то, что было на Первом канале, смешанные пары, самые лучшие, самые лучшие программы, которые там шестерки получали. И то, что Илья решил показать зрителям, которые самые действительно душевные, и которые могут взять зрители, потому что одно дело телевизионная версия, другое дело катать на зрителей на большой площадке. Все-таки есть, не знаю, будет ли когда-либо еще такая возможность, чтобы, например, даже Татьяна Татмянина откаталась с Ромой Костомаром, потому что у них очень хороший номер. В основном, как бы, мы, наверное, вернемся к своим форматам, с тем, кого держим за руку мной на протяжении многих лет. Мы просто есть, опять же, я как человек, не принимающий участия, не принимавший участия, но я видел со стороны. И порой я даже был рад, что я не катаюсь ни с кем, потому что я вижу вот все это вот прям наяву, и поскольку у меня было так же вникать в номера, я получал огромное удовольствие как зритель, поэтому сегодня, конечно, у ребят очень замечательный номер. Ну, у нас в Туре, в принципе, все номера, те, которые были лучшие на проекте, все показываются для зрителя, туда, куда мы приезжаем. Еще просто. Вы этот акробатик не сегодня выиграли? Да. А может, вы подогнете, что это за ребят? Лучше их увидеть, чем рассказывать о них, реально вы увидите и увидите. Они несколько раз выиграли чемпионат мира по ледовой акробатике. Трижды. Трижды? Да. Ну, вот, видите, вы более светомлезные, чем я. У них есть и новые программы, есть одна программа, но вот, как мы сегодня будем говорить, это классика, как у каждого человека, наверное, есть любимый фильм, который он хочет пересмотреть, любимая книга, которую пересчитать. Я про них так скажу, что это единственные участники нашего шоу, во время выступления которых мы все выходим, ну, в основном, там, 99% спортсменов, фигуристов, мы выходим посмотреть на то, что они показывают. Казалось бы, мы изо дня в день видим одно и то же, но мы постоянно... На протяжении уже многих лет. Да. Есть у них одно. А фигуристы могут повторить только на фигуристах? А зачем? Нет, это невозможно. Это отдельно вообще? Нет, ну, почему невозможно? Ну, как, ну, акробаты, о чем говорят? А что, сурья бы налейли? Нет, сальто у нас проиграет, и Евгений Кузнецов. У нас есть Евгений Кузнецов одиночный, да. Нет, в принципе, если нужно, конечно, несколько лет потренироваться, может там научиться стоять на башке у Ромы, но у Ромы не такая голова, как у этого лысенького нашего. Он плацдарм, дай бог. Нет, зачем нам? Просто каждый должен заниматься своей профессией. А вот вы участвуете в турнирах профессионалов? Это еще один проект Илья Вербуху. Он надеется возродить чемпионат мира среди профессионалов, который проходил каждый год в Вашингтоне, в Америке, но в связи с тем, что практически все туры и выступления фигуристов пропали с арены американской и канадской, в связи с кризисом и в связи с тем, что их спортсмены вот именно до 90-х, 2000-х ничего не выигрывали. Илья хочет возродить эту традицию. То есть посмотрим. Планы есть, вроде бы, на декабрь в этом году. А Миромов, что ли, где только? Да. Миромов. Давайте как-то последний вопрос, я буду закругляться потихонечку, а то надо пойти еще раскататься. Если вы пригласите, мы приедем. Но, как мы и говорили, когда мы на лыжах... Нет, нет, это конька. Ну, конька, конечно, что тем более. А я говорил после выступления в Вашем городе, что на самом... Может, Рома, конечно, который начал кататься в 9, немножко пропустил, хотя, думаю, уверен, что это происходило. Он тоже, думаю, мама его водила на открытый лед. Мы все прошли эту школу открытых стадионов при заводах и так далее. И прикольно было, что зимой, когда приезжали опять, вроде бы, не стадион, но окунуться вот уже без этих чехлов, которые бабушка шила, чтобы не морозить пальчики. Но все равно выступает легкий снежок. И самое, что меня поразило, я посмотрим, какого качества здесь лед. Но там лед был нереального качества, хоть и падал снег. Вот это меня поразило. Все? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok